Шалом, братья и сестры! Шалом всему Божьему народу! Сегодня я хотел бы поделиться с вами кратким свидетельством и сном, который мне приснился с 5 на 6 ноября. Мне с 5 на 6 ноября приснился сон, который как бы, ну, не давал мне первую неделю вообще как бы покоя. Я молился, искал Господа, спрашивал, что значит этот сон. Но я не получал ответа. Но сегодня во время молитвы днем Дух Святой пришел и начал мне говорить со мной, напомнил мне этот сон и начал мне говорить со мной и открывать значение этого сна. 10 лет назад, сегодня мне об этом напомнил Дух Святой, во время длительной молитвы я видел видение. Я видел, как я хожу не на ногах, а на руках. И Господь мне тогда сказал, что в служении будет все наоборот, не так, как мы привыкли видеть. И сегодня он мне напомнил это видение. Сейчас я расскажу, какой мне снился сон. Мне снится сон, что я и наш возлюбленный брат Андрей с нашего служения, мы зашли в христианский магазин. Мы зашли в христианский магазин, и я увидел, как с краю этого магазина продавали спиртное с одного угла, а в другом угле продавали табак. Я еще очень удивился. Думаю, как это, мы зашли в христианский магазин, и почему здесь продаются такие вещи. Потом я пошел дальше, и увидел полки стоят, как бы книжные. На них стоят книги, ну разные, они не представляли для меня никакого интереса. Но внизу, на самом низу, в полке, что мне пришлось присесть на колени, опуститься, я увидел книгу Исаия. Я взял ее в руки, она была очень сильно потрепана, старая. Я раскрыл ее, там был разорван переплет. Вот, ну, и она мне прямо сильно, как бы, легла в сердце, и я подумал, это то, что я отсюда должен забрать, ну, унести из этого магазина. Единственная вещь, которая очень сильно тронула мое сердце. Так во сне Господь начал прикасаться к моему сердцу через то, что я увидел там книгу Исаия. И в этот момент, я, ну, сидя еще на присадках, листая эту книгу, я повернулся, я почувствовал взгляд на себе. И я увидел служителя, все его знают, известный служитель, я сам только недавно узнал об этом служителе. Я вообще никогда не слушал проповеди его, не, ну, может, раз или два что-то мне мелькало, но в основном, как бы, ну, я был занят другими вещами, и я не слушал проповеди этого человека. И я увидел, что он смотрит на меня пристально, это стоял Юрий Кузьмин, известный служитель пророческий из Крыма, пастор церкви, как я сам недавно узнал. И он пристально на меня смотрел, как я беру эту книгу и прикладываю ее прямо к своему сердцу. Потом мы стали с Андреем, как бы, разговаривать, чтобы узнать в этом магазине, как бы, христианском, там были специальные, как отделы, где стояли люди, и они сдавали комнаты, комнаты для служения. Специально ключи давали, ну, как бы, платные услуги. И Андрей встал в очередь, и я наблюдал за Андреем, эта очередь, как бы, была, ну, там требовалось долго ждать. И дальше я увидел за стойкой опять стоит Кузьмин, Юрий. Ну, дальше там стойка такая, ну, как бы, и Юрий Кузьмин стоит за этой стойкой. И я думаю, пока Андрей будет стоять, это очень долго, ну, ждать, пока он выставит эту очередь. Я подошел прямо к этой стойке и говорю, ну, Юрий, дайте мне, пожалуйста, ключи, мне надо комнаты для служения снять, там, негде, ну, людей разместить. А он на меня пристально смотрел, его взгляд очень был пронзительный. И я, когда проснулся, ну, это, как бы, взгляд его долго был, как бы, ну, оставался у меня, ну, в памяти, я не понимал, что это все значит. Он на меня пристально посмотрел и сказал мне, так отчетливо, ну, когда, мне очень редко снятся сны. В основном снятся сны моей жене Ольге. Но мне снятся, если сны, то они снятся очень, ну, тоже, да, отчетливо, ну, и сильно. И я ему говорю, мне нужны ключи, и можно, ну, у вас снять комнаты, мне для служения людей надо где-то разместить. Он посмотрел на меня пристально и говорит, зачем, чтобы ходить, ну, по головам, ну, друг, ну, друг по другу. Я проснулся. Этот сон очень сильно казнулся меня, ну, я не понимал, о чем он, ну, я стал молиться, я ничего не слышал. Я рассказал своей жене Ольге. Потом днем она ушла в лес гулять, ну, с детьми. Я оставался дома один, и она мне присылает видео «Вызов к телу Христа Юрия Кузьмина». И я точно на этом видео увидел, ну, того человека, которого я и видел во сне. И видел перед этим, когда мелькали, ну, какие-либо видео пророческие. Нас в основном интересуют пророческие вещи, и потому иногда в Ютубе, в новостях выскакивают пророчества, либо что-то еще. И я стал слышать, ну, его, это краткое видео, там, где он рассказывал видение, которое дал ему Господь. Вызов к телу Христа. Он там говорил за вторую главу Исаия и так далее. Я очень внимательно его прослушал. Он стал молиться в Духе Святом, исследовать свое сердце в Духе. Может, мне надо в чем-то покаяться, поменяться. И я не получил ответа. Два или три дня я усиленно взывал Господу и отпустил этот сон, ну, и этот вопрос. И думаю, если это от Господа придет ответ. Сон мне этот снился с 5 на 6 ноября. Вот. И что самое интересное, сегодня 1 декабря прошел почти месяц. Сегодня во время молитвы Дух Святой мне начал, не начал, ну, открывать. Он мне напомнил этот сон, значение этого сна. И начал мне открывать. Сейчас я вам прочту. Помнишь, 10 лет назад я давал тебе во время длительной молитвы видение, что ты ходишь не на ногах, а на руках. Все наоборот. И сказал тебе, что то служение, которое я поднимаю, оно будет не таким, как его привыкли все видеть. Будет все наоборот. Сон, который снился тебе с 5 на 6 ноября, есть то, что я очень сильно начинаю поднимать пророческое служение по всему лицу земли, которое будет разрушать духовный блуд, которым поражена церковь. Это те спиртные напитки и табак, которые ты видел в христианском магазине. И далее, на заброшенных полках, на самом низу, ты увидел книгу Исаия. Это самое дорогое, что было по сердцу твоему. Это что будет подниматься через пророческое служение, то, что многие давно забыли, так как ты и увидел заброшенную книгу Исаии, ее старый разорванный вид. Это то, что я буду поднимать сильно и могущественно тоже в служении, в котором изначально двигались ваши праотцы, пророки, только в более сильной и могущественной силе моей. Юрий Кузьмин, он сын мой возлюбленный, который не поколеблется и будет двигаться, как сосуд чести моей, дабы исполнить полноту моего пророческого служения. И он будет одной составительной частью моего плана в поднятии чистоты пророческого служения. И его пристальный взгляд на тебя во сне, это как мой взгляд через служителя моего взгляда, чтобы ты обратил внимание на книгу Исаия, ибо он пребывал в чистоте служения мне, и это и символ всего пророческого служения. Чистота и святость во мне, дабы ты бодрствовал и всегда пребывал в этом. Далее вы пошли с Андреем снять комнаты, где разместить людей. И Андрей стоял в очереди, а ты, видя, что он долго будет стоять, пошел напрямую к Юрию Кузьмину, который стоял за стойкой, и смотрел на тебя в упор. И ты попросил у него ключи. Он спросил, зачем? И ты ответил ему, для людей. И это я через его образ проговорил тебе во сне. Для чего вам снимать эти комнаты, чтобы ходить друг другу по головам? И вот я даю тебе полноту окончания этого сна. Пророческое служение не будет собирать возле себя людей, и не будет их к себе привязывать, выстраивая пирамиды плоских служений. Не собирайте вокруг себя людей. Высвобождайте мой огонь и мою силу. Учите людей высекать мой огонь, и распространяйте мой пророческий огонь, никого не собирая вокруг, а отпуская-ка хлеб по воде, для славы моей золотой жатвы. И кто примет, тот будет блажен. Амин. Еще хотел бы вам сказать, что когда мне приснился этот сон с 5 на 6 ноября, и когда жена Ольга мне прислала, ну это видео, чтобы я посмотрел, после сна, который я ей рассказал, самое интересное было, что мне приснился ночью этот сон, на 6 ноября Юрий Кузьмин, или я не знаю, он это выставляет, или кто помогает ему в служении, выставили это видео на ютубе. Будьте благословенны, братья и сестры. Будем бодрствовать. Пусть Господь благословит обильно Юру Кузьмина с Крыма. Сильно-сильно его благословит, и подымет его еще больше, и дарует ему больше еще знания. Знания о том, кто такой Господь, и как Он могущественно действует. Пусть Господь вас всех благословит. Спасибо вам всем за внимание. Молитесь также. Если я что-то не так сказал, или как-то, может, не выразил неправильно свою речь, простите меня, я человек, я несовершенный. Если что-то хотите написать, пишите. Пусть Господь вас всех благословит. Во имя Иисуса Христа. Амин. Амин.